Здравствуйте, уважаемые подписчики! Кто хоть раз видел цветущую камелию, вряд ли останется равнодушным, потому что вот эти прекрасные цветки, жесткие, блестящие, темно-зеленые листья и обильное цветение этого растения, ну, оно просто завораживается. Первое, что приходит на ум, хочу себе такую же. Но камелия – это растение не для наших квартир, а это растение для зимнего сада. В природе растение растет в Юго-Восточной Азии. Это Китай, Япония, это Дальний Восток, это растение холодных, влажных туманов. Для того, чтобы камелия хорошо себя чувствовала, нужна повышенная влажность и прохлада. В наших городских квартирах такие условия создать очень сложно, потому что наряду с влагой и прохладой камелии нужно много солнца. А первое, что губит в наших квартирах камелию – это батареи центрального отопления и сухой воздух. А батареи у нас практически всегда расположены под подоконником. И камелия просто в квартире не выживет. Камелия – это растение больше зимнего сада. Причём в природе, в Юго-Восточной Азии, особенно в Японии, которые обожают камелию, камелия цветёт в конце января-феврале, в зависимости от префектуры. И это растение зимнее, в наших условиях оно тоже будет свистеть в короткий зимний день, но завязывает цветы камелии при довольно-таки низких температурах. Температура должна быть 10-12 градусов, тогда она завязывает почки. Что делать, если вы всё-таки решились купить камелию, как за ней ухаживать? Во-первых, влажность воздуха 95%, температура не выше 15 градусов. Когда растение цветёт, то не нужно его не пересаживать, не нужно его трогать. А после цветения растение нужно пересадить, и нужна ему кислая почва, грунт для азалий. К сожалению, камелию продают именно в цветущем виде. С одной стороны, да, товар нужно показать лицом. Но когда у камелии меняется режим освещения, она начинает сбрасывать бутоны. И одна из причин того, когда вы принесли домой, создали все соответствующие условия, но бутоны растение сбрасывает, то, что у неё поменялся режим освещения, то есть её подвигали, повернули. Если вы выращиваете камелию, то в период, когда она набирает бутоны, ни в коем случае её не передвигайте, не поворачивайте ближе к солнцу. У камелии должна быть постоянно влажная земля. И здесь нужно научиться именно держать её влажной, а не сырой. Если земля будет слишком сырая, то загниют корни, растение погибнет. Если она будет недостаточно влажная, то у растения также начинают погибать корни. В слишком сухом воздухе на листьях камелии начинает развиваться специфический грибок, и на камелии начинают появляться вот такие коричневые пятна. Это говорит о том, что растению не комфортно в данных условиях жить. Конечно, это растение выращивали в теплице, а потом его уже, когда привезли в цветочный центр, условия у него изменились. И в любом случае, когда вы из цветочного центра принесёте камелию домой, даже если там будут идеальные для неё условия, внешний вид сначала изменится. Потому что растение испытало стресс, как изменение климата, изменение освещения. И на стресс она может реагировать и сбросить цветки и часть листьев. Камелию опрыскивать не нужно. Вот брать пульверизатор и опрыскивать камелию не нужно. Но воздух, который окружает камелию, должен быть влажным. Вот поэтому-то очень сложно её вырастить в комнатах. Улучшить, облегчить жизнь камелию можно, поставив рядом плошки с водой или, например, плошки, заполненные керамзитом и залитой водой. Тогда вокруг растений всё-таки хоть как-то будет повышаться влажность. Но без надлежащих условий камелия не станет долгожителем на вашем подоконнике. Удобряем камелию специализированными удобрениями также для азалий. В период цветения растений не удобряют, а удобряют её именно в период активного роста. Вот такое вот красивое, но сложное выращивание в наших условиях растений камелия. И если вы ещё не очень опытный цветовод, если вы не имеете возможность создать для камелии идеальные для неё условия, лучше всего любоваться ею на картинках, в садовых центрах, но не тратить денег, а стоит туда немало, просто для того, чтобы прийти, принести домой и получить разочарование от того, что растение погибнет. Надеюсь, мои советы помогут вам кому-то подружиться с камелией, а кому-то, может быть, и отказаться от её покупки. Ну, а у меня на сегодня всё. Субтитры создавал DimaTorzok